25 мая в Государственной Думе Российской Федерации состоялось расширенное заседание Комитета по делам СНГ и вразийской интеграции и связям с соотечественниками. В диалоге приняла участие и абхазская делегация, в составе которой были депутаты парламента, а также представители профильных ведомств. Основной вопрос повестки – упрощение режима пересечения Абхазо-Российской границы. По завершении стороны решили создать рабочие группы, проработать ряд нюансов и вновь провести встречу. В режиме онлайн она сегодня составилась в медиа-центре МИД Абхазии. По завершении участники российско-абхазского диалога рассказали об итогах работы. Формирование рабочей группы с российской стороны заняло определенное время. Ее хочется озвучить, чтобы возглавили сопредседателями этой группы являются Константин Федорович Затулин и Тайсаев Казбек Куцукович. Туда еще вошли ряд депутатов Государственной Думы и все ведомства, которые непосредственно имеют отношение к данному вопросу. Сегодня в цифрах обсуждалось, какую нагрузку КПП ПСО испытывает в летний курортный сезон. Так как нам докладывает российская сторона, что по линии погранотряда, по пограноуправления максимальная нагрузка на российской стороне 58 тысяч человек. То есть пропускная способность в сутки получается. На сегодняшний день получается, что 46 тысяч человек, это пиковое пересечение границы было. То есть они считают, что еще есть небольшой такой люфт, который позволяет им работать, так скажем, не совсем в усиленном режиме. Хотя они нам говорят обратное, что полностью и по штату, и по всем кабинам пропускного контрольного пункта все задействовано. В чем мы выразили тоже свой несогласие, потому что мы сами являемся участниками пересечения данной границы. Видим, какие там трудности возникают. 25 мая была наша встреча в Госдуме, 30 мая уже мы все были очевидцами, что на границе произошел затор, был очень шлагбаум. Непосредственно мы туда тоже выезжали, пытались установить причину произошедшего. Ну, на что там были разные версии с российской стороны. Там кто-то из них говорил, что эта база дала сбой, кто-то говорил, что там некие блогеры создали там какой-то коллаж на границе. Из-за этой ситуации было принято решение определить ответственных на российской стороне границы людей, с которыми абхазская делегация будет вести диалог при возникновении подобного рода проблем, отметил Борцец. По его словам, абхазская часть рабочей группы активно взялась за работу и планирует посещать и мониторить условия перехода границы. В 3-4 у нас получится до ихнего приезда выехать на КПП ПСО, для того, чтобы провести мониторинг происходящей там ситуации. Мы как знаем, да, у нас там 23 полосы по транспортной линии. Также был озвучен вопрос, что экскурсионная деятельность, которой сегодня занимаются наши туроператоры, турагенты, которые сегодня перевозят пассажиров, экскурсантов через нашу границу. По нашей информации, от 2 до 2,5 часов уходит на то, чтобы, так скажем, досмотреть там и контроль паспортный осуществить. На один автобус до 2 часов, до 2,5 часов уходит. Почему-то у них была, конечно, другая информация, но мы объективно выразили, сказали, что у нас есть к этому тоже видеоматериал, который мы также предоставим российской стороне в подтверждение наших слов. Что касается именно экскурсионной линии, Минтранс сегодня нас заверил, что они в течение двух недель приложат все усилия для того, чтобы образовался еще дополнительный пункт пропуска. То есть это будет дополнительное окно, место, где будет происходить паспортный контроль. И они еще добавят инспекторов контрольно-пропускного пункта, что, я думаю, гораздо серьезно облегчит именно по экскурсионной линии переход, пересечения нашей границы. Ну, как нам всем известно, у нас буквально на 2 недели было совещание, которое проводил президент Республики Абхазия. Там были озвучены ряд вопросов, но в том числе повестка дня была подготовка к летнему курортному сезону, на который также обратилось внимание на сложности, имеющиеся на российско-абхазской границе. Президент тоже выразил свою готовность связаться с губернатором Краснодарского края по этому случаю. Мы заручились поддержкой наших коллег с Госдумы. Технические вопросы были обсуждены нашими профильными ведомствами. Погрануправление высказало свое мнение и дало четко и ясно понять, что на абхазской стороне, по сути, проблем для въезжающих к нам граждан РФ не создается. Депутат парламента Абхазии, участник рабочей группы Эрик Рштуни отметил, что налаживание железнодорожного сообщения и плавание круизных морских лайнеров также снимет нагрузку на КПП по реке Псоу. Наши коллеги здесь говорили нам о том, что все работает в штатном режиме и при пересечении даже регламентированной времени нет необходимости задействовать. То есть чуть ли не за 40 секунд люди пересекают границу, но по факту мы знаем, что это не так и что было озвучено нами, нашим коллегам. То есть ряд вопросов на самом деле, но еще раз хотелось бы подчеркнуть, эта рабочая группа была создана для того, чтобы решать эти проблемы. Они уже годами у нас как бы, да, и постараемся все эти вопросы проработать. Начальник консульского департамента МИД Абхазии Лошавец бы отметил, что внешнеполитическое ведомство вынесло на повестку вопрос о снятии на границе ковидных ограничительных мер, введенных в разгар пандемии. Ограничения я напомню. Это касалось перечня стран, которые бы из третьих государств не могли прибыть в Российскую Федерацию. Соответственно, мы в Министерстве иностранных дел формируем списки и передаем Минэкономразвитие. Это занимает определенное время согласования, там вся информация загружается в Минцифры. Потом указание приходит в пункт пропуска МАПАДЛЕР, что требует где-то от трех до четырех рабочих дней для согласования этого вопроса. Не всегда это удобно, мы понимаем. Ряд стран сейчас ограничения сняты, для вашей информации. Это Армения, Белоруссия 14 июня, вот сейчас вот несколько дней назад сняли ограничения, это Киргизия. Но осталась еще немалая часть иностранных граждан, это представители Средней Азии и все остальные, которые указаны в этом списке. Представители абхазской части рабочей группы отметили, что коллеги из России, курирующие вопрос упрощения перехода Абхазо-Российской границы, посетят нашу республику 20 июля.